Это «Весеутро» Карачаева, Черкисия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкисии местами кратковременный дождь-гроза. Ночью в отдельных районах сильный с градом и шквалом 20-25 метров. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12-17, в горах плюс 7-12 градусов. Днем плюс 24-29 и местами до плюс 23. В северных районах местами чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. В Черкесске без существенных осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем плюс 26-28 градусов. Завершилась неделя детского здоровья. И сегодня гость программы клинический психолог Белла Калмыкова. Слово моей соведущей Белли Джазаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Белла. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Насколько я понимаю, сейчас проходит неделя продвижения здорового образа жизни у детей. И, конечно, я хочу у вас спросить, что понимается под здоровым образом жизни. Мы все знаем какие-то общие фразы, но вы, как детский психолог, пожалуйста, объясните нам. Да. Обычно здоровый образ жизни, мы сразу вспоминаем про правильное питание, про спорт. Да, да, да. Но это не только об этом. То есть здоровый образ жизни – это в целом вообще психология. Это то, как мы организуем свою жизнь, наши установки, наши принципы жизни. И здесь важно понимать, какие сферы включает здоровый образ жизни, чтобы быть в балансе, удерживать баланс в этих четырех сферах. Их можно выделить четыре. Это наше тело, наше здоровье, работа. То есть для детей, если мы говорим про детей, это учебная деятельность. Социальное окружение, семья, общение и мировоззрение. То есть это важно, например, для подростков, когда у них уже формируется мировоззрение о том, где они будут в этом мире, как они видят себя в будущем. То есть вот эти все четыре сферы, когда там есть какой-то дисбаланс, перекос, например, только учебная деятельность у ребенка, и не уделяется внимания его здоровью, никакой физической активности или нет общения, то, конечно, здесь уже будут проблемы. Мне кажется, это настолько актуально сейчас для нынешних подростков. Действительно у них никакой физической активности. А как сформировать у них вот этот, как говорится, ЗОЖ? Да. Ну, здесь самое главное – это пример родителей. То есть если, конечно, в семье нет вот этих привычек, да, нет, например, здорового питания, или родители, да, не соблюдают, есть вредные привычки, то говорить детям и требовать от них будет малоэффективно. Поэтому все начинается с родителей, да, когда мы сами для себя здоровый образ жизни этот формируем, то и ребенок видит и повторяет за нами. То есть вот начинать формировать нужно с себя. Вы знаете, вот есть какая-то все-таки разница между здоровьем физическим, это понятно, и здоровьем психическим. Хотя долгое время это очень умалчивалось у нас в стране. Какова вот эта разница? Да. Если в нескольких словах. Конечно, здесь есть взаимосвязь очень сильная, да, когда у нас много стрессов, и они все влияют на наше физическое здоровье. То есть стрессы есть у каждого, конечно, проблемы у всех есть. Но здесь важно понимать, чтобы они не накапливались и не становились такими разрушающими, А что делать? Да, на наше здоровье нужно решать эти проблемы. Здоровый человек не тот, у кого нет проблем, а здоровый человек тот, который может решать эти проблемы. В общем, обращаться к специалистам. Да, и обращаться к специалистам. Ну что ж, я благодарю вас за эти ценные советы и желаю вам успеха в работе. Спасибо вам. На этом я прощаюсь с вами через несколько минут. В эфир выйдет информационный выпуск на черкесском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы черкесской редакции. А в 14.30 смотрите «Вести» с Муратом Джанкиозовым. Удачного дня и до встречи в эфире.